В Югре стартовала акция «Внимание, дети!». Полицейский и госавтоинспекторы с сегодняшнего дня перешли на усиленный режим несения службы. В канун торжественных линеек школы проверят на безопасность. А на дорогах экипажи ДПС уже ведут профилактическую работу. Ольга Даукшис подробнее. На следующей неделе в школу, а на дорогах заметно прибавилось машин, замечают юные жители Нижневартовска. Переходя по зебре без светофора, только и успеваешь смотреть по сторонам. Как проходишь к переходу, надо посмотреть налево, направо. Не переходить уже потом дорогу, как машина остановится. Школьникам инспекторы ГИБДД советуют выработать безопасный маршрут «Дом-школа-дом». Избегать на этом пути мест, где происходили ДТП. Зачастую аварии с участием детей были на нерегулируемых переходах. В таких уязвимых точках с 30 августа и до 3 сентября будут дежурить сотрудники госавтоинспекции. Мера оправданная. Люди в форме помогут детям безопасно переходить проезжую часть. В эти дни стало больше на улицах экипажа ДПС. Штрафуют за превышение скорости, ведут разъяснительную работу. Работа направлена на привлечение внимания водителей, транспортных средств. Напомнить им о том, что будет много детей. Возможен выход на проезжую часть несовершеннолетнего. Поэтому в автотранспортных предприятиях с водительским составом движущихся по маршрутам города ежедневно. То есть это маршрутки, автобусы и другие учреждения, которые двигаются по улицам города при проезде нерегулируемых пешеходных переходов в районе образовательных учреждений, либо местах массового скопления людей были предельно внимательны. Официальные линейки, посвященные Дню знаний, состоятся 2 сентября. В этот день за охраной правопорядка будут следить 500 человек личного состава полиции. Также им будут помогать представители казачеств и народных дружин. К местам праздничных мероприятий будут приближены и сотрудники госавтоинспекции. На усиленный вариант несения службы вплоть до 8 сентября переходят полицейские. Все школы обследуют с привлечением кинологической службы. Собаки проверят здание на наличие взрывчатых веществ или устройств. На входных группах будут использованы стационарные и ручные металлодетекторы. Большая просьба гражданам и гостям города при обнаружении подозрительных предметов, пакетов, сумок, просьба самостоятельно ничего не трогать. После Дня знаний пройдет целая череда важных событий. Это и празднование Дня работника нефтяной и газовой промышленности, и единый день голосования. На все это время будут соблюдаться повышенные меры безопасности.